доброе-доброе утро у нас в районе двух часов ночи едем на маршрутку до витуса всем привет друзья мы долетели в общем очень немногие точнее вообще практически никто не угадал мы прилетели в хорватию вот так что едем сейчас на свой курорт мы в аэропорту вот только только по сути приземлились поэтому буду вам снимать красоты тут жарко плюс 36 вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе хорватское утро! Идем мы на море, мы выспались, отдохнули, позавтракали, покушали вкусно, фрукты, местное молочко, короче, очень-очень-очень-очень вкусно! Идем, гуляем вокруг жилой квартал, вот мы снова апартаменты себе сняли, я не помню, рассказывала, не рассказывала. Вот, хорошие апартаменты, очень-таки уютные, вот в отдалении, ну, то есть до моря надо, конечно, прогуляться, но тихо, спокойно и хорошо, да, то есть это не туристическая, ну, не сильно, скажем, туристическая местность, местность, а больше именно здесь и местных много, и приезжие тоже есть, но это больше именно вот апартаменты, да, не сильно туристическая такая история. Сегодня жара, в районе 37, что ли, у нас, так что, в общем-то, перестраивается организм, жарковато, конечно же, с непривычки, но будем перестраиваться. Вот, ночью, конечно, тоже было жарковато, но что делать? Идем, значит, разведывать наш пляж, мы вчера уже вечером сходили, покупались, ну, мы попали, в смысле, пошли на первый попавшийся пляж, который самый, как бы, ближайший, вот, который нам хозяинка апартаментов показала, рассказала. Сейчас пойдем на какой-нибудь другой, посмотрим, здесь пляжи все, получается, вроде как не частные, ну, насколько мы читали, вот, и можно выбирать разные. Есть на понтоне, есть прямо сразу лесенка в море, то есть без пологого, как бы, входа такого, вот, есть на сыпной, есть, и они такими бухточками, как изрезано. Ну, в общем, интересно, жизнь кипит, сегодня суббота, местные жители активно тут что-то тусуются, делают, в общем, прекрасно. На море, действительно, поэтому путешествуйте, друзья, я вас просто, как это, об этом всегда-всегда прошу. В общем, все, пока, отключаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, друзья! Ну что, мы отдыхаем, мы в Хорватии, я не помню, подключалась ли я до этого или нет, значит, у меня тут такой симпатичный вид, я сижу на балконе, пока есть время, значит, у нас сегодня должен начаться вроде какой-то даже шторм, поэтому пока более-менее тихо решила выйти вам лицом к лицу. До этого я снимала руками в кадре. Вот, если мы подъехали, мы находимся в такой деревне, небольшой городочек, называется Подстрана. Вот, очень красиво, невероятно, я надеюсь, что я вам уже повставляла все, значит, свои нарезки, если нет, то пойдемте потом до этого, после этого смотреть. В общем, что, как обычно, я взяла с собой совсем, совсем чуть-чуть пряжи, точнее, да, один моточек я взяла пряжи, я вам показывала, что я брала с собой, потому что багаж экстремально ограничен. Вот, мы летели первый раз Визейром, мы до этого летели Райанэром, и они как бы более, ну, скажем, по всем рассказам, да, более лояльны. Но, на самом деле, нам повезло, нас практически вообще ничего там не смотрели, вот, и сильно мыльные, и вязальные, да, и все-все-все остальное. Поэтому и спицы, и пряжа, и иголки, и что-то, что я там, короче, брала, ничего, вообще никакой проблемы не составила, никто ничего не повбрасывал. Вот, поэтому, в общем-то, давайте на бомбе я брала вот такую вот пряжу, это Alize Artisan, 90-03, по-моему, цвет. У меня шмыркают вот эти вот шторы, это, которые защищают от солнышка, да, потому что потихоньку-потихоньку начинает ветер, и их шмотает просто вообще. У нас до порыва ветра 54 заявлено в этом погоде, в общем, это, конечно, совсем. Так, значит, мне показалось, тут у меня что-то выключилось. В общем, короче, значит, я взяла вот такой вот моточек и уже начала из него вязать. Вот таким вот образом выглядит мой процесс. Как-то очень он бодро у меня идет, в общем, вот так вот выглядит. Тут у меня, типа я у мамы, как-то супер-супер дизайнер здесь, как-то невероятный узор. Полосочки резинки, ну, просто идет резинка обычная. И потом вот здесь, вот здесь, вот здесь три такие полосочки именно узором резинка выполнены. Вот, обычная пятка, здесь все это самое. Мы живем в апартаменте, и здесь куча всяких соседей, поэтому, если вы слышите какие-то шумы, речи, все остальное, ну, в общем-то, мои соседи. Вот, короче, вот на таком вот этапе я решила сделать чуть меньше пагалинок. Я обычно вяжу 15 плюс 50, а сейчас у меня 15 плюс 40 получается. Вот, чуть-чуть покороче решила, потому что не все любят удлиненные носки. Ну и все, и вот только-только закончила формировать клин подъема. И, соответственно, сейчас уже перешла на обычный, этот, как это называется, ну, поняли, короче, стопу. Вот, ну и все, относительно скоро буду закрываться, относительно скоро. Вот, поэтому, в общем, в планах у меня связать брат-близнец этому носку. Вот, и у меня сын последнее время все носки, которые я вяжу, он говорит, мама, ты это вяжешь мне, мне так нравится, такая расцветочка красивая. Короче, скорее всего, я ему свяжу еще носки, но это не точно, да, возможно, ему, а возможно, я просто оставлю эту пряжу и миксану с чем-то, потому что мне вообще нравится. Артисан мне нравится, секционка вообще какая-то очень-очень классная. Она, с одной стороны, мягкая, с другой стороны, шерстистая. Я, в общем, люблю такую пряжу, и это Smart Sticks нитпрошные спицы 225. Нравятся мне эти спицы, и вот у них, прошлые у меня были не то чтобы не очень хорошие, но у них вот эта вот штуковина, место, да, присоединение к стакану, оно немножко отскочило, и там получилась такая зазубренная. Мне реально неудобно было вязать, потому что каждую надо было пропихивать. Вот здесь такого нету, они у меня свеженькие, я покупала от Меофилата, я вот не помню, на встрече, что ли, я покупала предпоследний нашей. Вот, я ими очень довольна, они легкие, вот этот тросик меня абсолютно не напрягает, кончики, да, для первого ряда туповаты, но вот именно так вот вязать с слепым методом прям очень-очень хорошо. Вот, ну, собственно говоря, и все, что я еще брала с собой, да, этот счетчик, косметичка у меня, тут у меня, в принципе, все, что только можно. Вот, но пока что я пользуюсь именно этим, именно, 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 вот этим вот набором. Так что все, на этом я буду завершаться, потому что меня раздражают вот эти шморкающие звуки, надеюсь, что вас они не сильно бесят. Так что все, на этом я буду завершаться, до следующих включений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Все экскурсии организованные есть, но там тоже, конечно, все не так просто, как, честно говоря, кажется. Поэтому мы сейчас думаем, что бы нам предпринять, потому что, конечно, хотелось бы съездить, хотелось бы съездить везде, но так как мы с ребенком, мы понимаем, что у нас возможности чуть-чуть ограничены. Хотя здесь тоже хватает всяких мест, куда можно сходить, погулять. Ну, в принципе, вот мы сегодня съездили в центр Сплита, очень красивый город, такой небольшой, очень похож на Котор в Черногории. Ну и вообще, в принципе, все эти такие древние старые города, они между собой очень-очень перекликаются и похожи. Вот, мы любим всякие такие эти штучки, и поэтому это на самом деле классно. Ну, в общем, короче, то, что поближе, мы уже, в принципе, съездили, погуляли. Вот, так что, в общем-то, ну, просто вот в качестве как-то ориентира по цене, это, конечно, перебор. Так что все, на этом я буду завершаться, и тогда до следующего включения. Привет, друзья! У нас уже какой-то там день отдыха, я, честно говоря, не очень помню. В общем, мне писали, просили показать магазины пряжи, значит, какие-нибудь лавочки и так далее в Хорватии. Ну, я тут провела разведку боя. Ну, в общем, здесь нет магазинов пряжи, вот рядом с нами, получается, город... Забыла. Город забыла. Короче, в общем, в наших ближайших, да, пунктах под страна. Это такой маленький городочек, где мы находимся. Вот сейчас мы приехали, ну, приехали, точнее, пришли в соседний Стобрич. Вот, и самый большой... Боже, забыла. Ну, в общем, короче, здесь нет магазинов пряжи от слова совсем, ни лавочек, ни этот самый. Я в Инстаграме нашла девушку, которая живет в Хорватии, она живет в Загребе, это столица Хорватии. Короче, у них есть единственный один магазин и то, который открыли русские. Поэтому, в общем-то, к сожалению, не получится показать, потому что показывать нечего в этом плане. Вот, так что будем наслаждаться с вами природой, погодой. Я в этом трипе вяжу как-то невероятно много. Вот, ну, что сказать. У нас сегодня, получается, 31 августа, последний летний день. Вот, завтра у меня у брата день рождения. И начинается осенний период. Поэтому, в общем, буду связывать все, что есть. Я связала, я вам вчера, по-моему, показывала два взрослых носка. И, соответственно, начала вязать детские носки. Поэтому, вот, извяжу и буду книжки читать. Это просто наука на будущее, что надо, наверное, мужу в портфель закидывать еще один моточек на всякий случай. Вот, а еще вчера я... Мне моя Юлечка, которая мне периодически высылает, присылает пряжу. В общем, короче, рассказала, что на Вайлдберрисе, причем именно русском Вайлдберрисе, да, не белорусском, есть наборы Лантермун, не прошные, причем по очень хорошей цене. В общем, вчера мне... Я хотела уже заказать, ну, у себя, соответственно, да. Но мы сравнили. Получается, в белорусских рублях и в русских рублях. И получается, что в русских рублях гораздо... То есть, в пересчете, если на моем белорусском Вайлдберрисе почти 9 тысяч набор стоит, половинчатый целый, мне не нужен 13-сантиметровый. И там 3, 3,5, 4, 4,5, 5 мои самые, ну, такие необходимые спицы. В общем, короче, а в пересчете на русские деньги, получается, на русском Вайлдберрисе было 7500. Поэтому, в общем-то, Юлечка у меня заказала. Соответственно, я решила воспользоваться таким предложением. Вот, поэтому, если вы в поисках... И причем, по-моему, это вообще реально самая низкая цена, которая только может быть. Так что, если вы в поиске, берите на вооружение. Я, если не забуду, оставлю ссылку. Вот, так что, в общем-то, решила себя порадовать набором спиц. Ну, пряжи, в общем-то, нету. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Это дело такое. Так что, показывать именно вязального контента буду просто то, что я вяжу и то, что я навязала. Продолжение следует... Привет, ребята! У меня тут быстренько вечернее подключение. Я на пляже, тут охи-ахи и все остальное. Поэтому, давайте быстренько. В общем, короче, два носка взрослых я вам показывала. И тут у меня связался один детский. И вот, соответственно, второй начала. Вот, значит, здесь у меня примерно на размер 28. Ну, 29, наверное, при хорошем растяжении. Вот, в общем, я вязала на 52 петлях. И это оказалась как раз-таки самая оптимальная длина и ширина. В смысле, ширина, да, по обхвату. На ножку вот ребенок 4-5 лет. Ну, опять же, в зависимости, конечно, от размера. Ну, вот, на нашу отлично. Все здесь, в принципе, четко, все понятно. Но, тем не менее, классно они получаются. Так что я здесь отвязала уже такую же резинку. И сейчас буду выгонять полностью всю длину. Вот такой вот у меня остаток остался. Маленький. Я надеюсь, что мне на второй носок хватит. Так что буду держать вас в курсе. И на этом я буду завершать свой влог. Огромное спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Я поделилась кусочком нашего отдыха. Буду еще дальше снимать. Мы еще здесь до 6-го числа. Вот. Поэтому огромное вам спасибо. Если видео понравилось, нажмите ему, пожалуйста, лайк. И тогда до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok